привет друзья мои хотел вам рассказать как я понял что происходит во время крещения но я не буду прям сразу начинать об этом говорить начну можно сказать издалека значит вы наверно помните историю про черную дыру m87 откуда телескоп чандра обнаружила излучение которые идут на землю вот три в разных как бы параметрах тут радиолучи рентгеновские и и тепловые тепловые учат это один и тот же источник одни и те же волны точнее это разные волны идущие в одном в одном луче на землю то есть чандра нах находится на орбите гиперборической ну то есть она не вокруг земли а вот вот по такой и она может наблюдать со стороны как что-то влияет на землю и вот эти снимки они именно реальные снимки сос из этой чандры да из этого спутника и меня до этого было видео можете посмотреть я предполагаю что это в религиозных терминах божественное влияние которое оказывается нашу землю она кажется постоянно в том числе и импульсом с 18 на 19 января когда происходит вода освещение по то христианскому пониманию это вода святели вода освещение как-то еще ну то есть люди и притом это не только в россии на руси на это во всем мире знали что в этот день что-то происходит с водой что она становится обновленной полезной святой и так далее вот и в этот день христос появился перед иоанном крестителем который в этот день занимался как раз освещением других людей то есть уже тогда религия воскать приспособилась к этому дню и как-то уже ну как бы организовала процесс который мы видим значит сейчас значит вот я несколько фотографий подобрал как священники пытаются к этому празднику так сказать прислониться и они сами говорят что сложившиеся традиции купания холодных прорубях прорубях не имеет прямого отношения к самому празднику крещения господня то есть но они отдают отчет что это не они этим рулят это просто как бы они приспособили это природное явление к празднику который проводится естественно в ночное время после этого верующие идут купаться вот в такие проруби при этом если предложить этим батюшкам сделать то же самое но осветить воду 10 января или там 25 января у них ничего не получится тогда зачем стоять вот это изображать какое-то там воздействие на воду зачем вот его для тех кто как бы не привык рассуждать наблюдать то есть они фиксируют то что происходит без их участия вот еще таки ответ священника надо различать народные обычаи и церковные божеств богослужебную практику церковь не призывает верующих лезть в ледяную воду это каждый решает для себя индивидуально но при этом он отмечает что религиозный всплеск в этот момент в этом нет ничего плохого то есть люди идут купаться а тут смотрят эти люди с кадет с кадилами с крестами о там заодно там перекреститься пару раз и он заканчивает это языческие суеверия ничего общего церковным учением они не имеют грехи отпускается священником в таинстве покаяния если ты окунулся там ты это не значит ты свои грехи сны нет ты для этого прийти в церковь а то что вода святая которая не потом раздают продают в церквях она как бы ни при чем это так ну как бы так получилось а ты придешь и начать в таинстве мы тебе так сказать и отпустим твои грехи и вот что такое крещение господне что произошло о том что я говорил же во время крещения согласно всем трем евангелиям синоптически ну принятым на иисуса сошел святой дух виде голубя одновременно глаз небес провозгласил сей ей сын мой возлюбенный в котором мое благословление вот если сопоставить вот эти три факта значит этот луч из черной дыры м 87 я предположил в предыдущем видео что это бог направляет этот луч на нашу землю и я думаю по этому же лучу 19 января идет импульс на обновление воды и вот в это время 19 января иисус подходит к иоанну который знает что в этот момент надо так сказать людей крестить но опять же крестить по-гречески крещение это опускание в воду чтобы тоже был понят не крестить а опускать в воду вот что какое значение по-гречески вот я стоял опускал в воду которая обновилась 19 19 января согласно лучу то есть импульсу из вот этой точки на небе и в этот момент подходит христос и на него сходит святой дух откуда он сходит если подумать из-за этого же луча и как я и говорил до этого это бог направляет меняет влияет на нашу цивилизацию и вот подходит христос и на нее приходит сходит святой дух и ну глаз небес это я думаю не глаз небес а голос в голове кого только наверное это иоанна если он был экстрасенсом или ну кто-то услышал вряд ли это голос прям такой звучащих как как трубы я скорее все это понимание какой скорее всего пришло иоанна может быть христу не знаю кому-то пришел вот это вот что подтверждение откуда опять же это подтверждение пришло я думаю оттуда же откуда идет этот луч и откуда меняется вода вот а теперь то есть с этим я думаю понятно и это я думаю очень логично связаны вот это схождение и соответствует если развивать тему христа когда он стал представителем своего отца нашего отца нашего бога как-то раньше или именно в этот момент но это такой вопрос как дискуссионный да но может быть в этот момент в него и вошел вот кстати дух до святой вошел и и если вы помните мою тему то феер тоже вошел меня совсем недавно и как бы остался и где-то там пока что ну как бы находится до после этого и согласно этим писанием евангелием через 40 дней что-то там христос пошел то в пустыне так далее ну то есть вот какие-то процессы начались я только сейчас понял что в него вошел дух и в принципе феер или или хор он тоже дух нашей троицы значит или это бог или хор это дух и я сынок а что кто против вот ну короче с этим вот как бы понятно а теперь что происходит а теперь это надо вспомнить вчерашний наш эфир или тему о том что как как целитель может целить людей если вы не помните давайте вкратце расскажу значит согласно материалам ра который вам рекомендую или почитать самостоятельно или послушать меня меня есть плейлист такой значит там обсуждалась пирамида как пирамиде в древний лечились люди нам говорил что нужен обязательно кристальный человек то есть гармоничный человек который может принимать энергию и направлять ее на управление пирамидой потом был следующий вопрос а как это сделать где-то дома можно сделать какой-то конусообразный или или башню какую-то или что ну что такую какую-то конструкцию да и исцеляемый человек будет внутри этой конструкции а целитель кристальный человек кристаллизованный он может находиться рядом и направлять через зарядку какого-то кристалла кристаллы год замерзшие замерзший свет через этот кристалл направлять луч исцеления на человека то есть обращаю внимание обязательно для воздействия а это воздействие там был и как бы и исцеление и введение в какое-то там знание то есть воздействие нужен человек который с гармонизировался который имеет знание который через какой-то инструмент влияет на человека и там же материал хрэ говорит что вода она тоже кристалл или то среда где информация хорошо сохраняется я думаю это тоже доказывать не надо что в воде вы помните японские эти исследования когда на одну воду к нам кричали на то есть ругались на вторую хвалили и потом смотрели как она в итоге в холодильнике замерзала какие ну как бы какая структура да то есть это доказывать этом не надо то есть через воду целитель точно также может воздействовать на человека я вчера вам предложил вариант но новый кружка или хора об этом в другом видео так вот и я понял что происходит в момент крещения вы смотрите стоит рядом с чаном человек особый он умный он знает что делает но по-своему он гармоничный для этого обряда то есть этот тот можно сказать целитель или кристаллизованный человек чан это ну чо это тот инструмент через который он передаст свои настройки свое воздействие на маленького человечка есть маленький с большой этот подобрал детей потому что они не смышлены они жертвы есть ребенок которые ну и многие замечали там воду кричит кричит то что он чувствует опасность ему некомфортно и там раздевает что там все разгляды кричит до крещения и обычно после крещения он перестает кричать почему некоторые мамашки радует свой успокоился но надо же господь это его там это что-то такое благословил в этот момент происходит подключка к религиозному эгрегору забирается у него воля он становится рабом слугой и и так далее вот в этом чане этот чан это вот как раз волшебная кружка рпц или любой там какой-то другой конфессии вот что происходит и то есть опять же это не от бога идет это идет от этого священника который свои мысли формы вкладывает в этот чан в этот обряд и он по подобию крещения которое происходит 19 января от бога он это транслирует на потому что кресят детей людей в любое время правильно ну там поможет по воскресеньям это не происходит девятнадцатого числа это не происходит той водой святой может они подбавли но они крестят не во имя бога создателя во имя религии во имя яхова во имя там всех вот этих вот до товарищей и христос к этому не имеет отношения никакого это жертвы которых папы нарушая свободы воли человека превращает в рабов господа своего который не является бога бог у нас один един а этот господь он господь дома израилева на другие господа то вишну есть в индии там есть другие господа то башки мелкопоместные не мелкие которые выдают себя за каких-то более могущественных сущностей не стал и обходить еще мусульманство и иудаизм посмотрите что происходит там ну это уже не крещение но некий тоже обряд которые является еще более жестким нарушением свободы воли маленького человека происходит обрезание притом тут вот и мусульман есть и иудеи притом по канонам иуде иудаизма это это обрезание должен сделать рави своими зубами то есть не инструментом а наклониться и там будет какая-то фотография наклониться и откусить своими гнилыми старческими зубами крайнюю плотью у малыша и в этот момент как и у вот он сейчас видите фотографии это это он не целует это он отгрызает вообще дикость вот и в любом случае и в момент крещения для ребенка шок вот это вот вода вот это вот все это шок языка боления у мусульман и иудеев еще больше языка болей через боль через вот это вот страдания и вот так возникает некий такой фанатизм отключается многие чувства свободы воли как какой-то то есть вот это принуждение и она дает отпечаток на всю остальную жизнь это плохо и об этом я говорю чтобы открыть глаза что реально происходит ну на этом я разрешите закончу свое повествование положительное тоже есть есть бог который посылает нам свою энергию вот мы эту энергию воспринимаем ну дальше распоряжаемся как как бы по свободе воли или мы идем к свету к богу или мы ищем кто бы нас обрезал или облил какой-то водой это уже выбор ваш он за вами все спасибо за внимание